Это моя супруга. Я очень часто говорю, что мужчин делают девушки на самом деле. Ну, слышали, да, наверное, такой пример, что мужчина это единичка, девушка это нолик. Если девушка встала впереди, то мужчина 0,1. Если девушка грамотно встала позади, то мужчина становится десяткой. Недаром говорят, за каждым великим мужчиной всегда есть более великая женщина. И почему я сейчас говорю об этом? Потому что в Рифле на самом деле преуспеть могут все, и мужчины, и женщины, и в одиночку, и в парах. По-разному, без разницы. Вы знаете, есть такой очень хороший наглядный пример. Вокруг горы стояло 10 команд. Задачи, вот они стояли вот не вместе, а вокруг. И задача каждой команды была взобраться на вершину. Что самое интересное, все 10 команд взобрались, но каждый своим путем. У каждого из нас просто свой путь. И бесполезно сравнивать где-то с кем-то. Ну, банальная может быть фраза, но мы очень часто должны себе задавать этот вопрос. Насколько я стал делать больше и лучше то, что делал я же сам вчера. И по поводу роста скажу одно. Вы знаете, вот, давайте так, начнем по-простому. Начинается известный спор. Какой метод сейчас самый работающий? Вот давайте сейчас проверим в зале, какой метод самый работающий. Хорошо? Вот спорят, собираются и спорят. Сейчас интернет надо, кто-то там. Домашние встречи, кто-то там, вот надо так, надо так. Вот давайте проверим просто, да? Давайте, где находят людей? Первый вопрос. Встаньте, пожалуйста, в зале, кого пригласили знакомые. Вот встаньте в зале, кого в Reflame позвали знакомые вам люди. Вот давайте обернемся все вокруг. Скажите, пожалуйста, работает метод? Работает? Работает. Присаживайтесь. Встаньте, пожалуйста, в зале те из вас, кого пригласили по объявлению. По объявлению какому-либо. В газете, лапша там, да, висела какая-то. То есть давайте обернемся вокруг. Работает метод? Нет. Почему нет? Он работает. Просто статистика другая. Хорошо. А кого по анкете пригласили, там, соцопрос, либо там, вот, как это называют, активные контакты. Встаньте, пожалуйста, в зале такие люди. Скажите, работают? Работает метод. А кто через интернет пришел? Вот вас в интернете нашли. Встаньте, пожалуйста. Скажите, работает метод? Работает. А вот теперь давайте спорить, каким методом надо работать. Вы понимаете, в чем дело? Это вот, ну, это ни о чем разговор. Выбрал метод и работай этим методом. Бей в эту точку. Теперь другой спор. На что звать людей? Надо звать на продукт. Надо звать на бизнес. Надо звать на это. Ну, давайте сейчас опять разберемся. Встаньте, пожалуйста, в зале, кто пришел на косметику изначально. И потом, может быть, вовлекся, да? В бизнес. На косметику. Просто на продукт, да? Скажите, возможно такое? Вначале на продукт, а потом на бизнес. Помашите рукой, кто потом деньги захотел. Ну, отлично. Спасибо. Присаживайтесь. А теперь, ну, вот поняли логику. Встаньте, пожалуйста, кто пришел на доп. доход. Ну, какие-то там небольшой заработок себе. А кто из вас потом захотел большие деньги? Помашите рукой. Отлично. Встаньте, те из вас сейчас в зале, кто пришел сразу на большие деньги. На карьеру, на большие деньги. Сразу, вот изначально. Спасибо. А кто из вас пришел на интересного человека, или человек понравился вам, который презентацию для вас проводил. Есть такие среди вас? Встаньте, пожалуйста. Если я сейчас начну перечислять, так скажите мне, вот давайте спорим, каким методом сейчас надо работать. Вот скажите, на что звать? На все. Все работает. Нет, на все. Работает все, чем работаешь. Вот в чем смысл. И вот тут очень важную роль играет количество вот этих действий. Количество. На первом этапе нужно отрабатывать именно количество действий. Сколько я это сделал? Сколько? 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 Только количество. Понимаете? По-другому, ну, никак невозможно. И я сейчас обращусь, наверное, к мужчинам, потому что были уже обращения к мужчинам. Уважаемые мужчины, я вам скажу одно. Для того, чтобы получилось в рефлере, вам может помешать только одно. В зависимости от чужого мнения. Что друзья скажут, что еще кто-то подумает. Это одно единственное, что может помешать именно мужчинам. Поэтому я вам подарю одну историю. Две даже, короткие. Одну вы знаете. Когда отец и сына поехали на рынок, взяли с собой осла, чтобы товар назад везти. Когда шли навстречу путники, помните эту историю? Вот придурки. Осел пустой, они пешком идут. Для отца и сына было всегда важно чужое мнение. И тогда отец сел на ослика. Навстречу идут другие путники, говорят, вот смотри, старые на осле молодого погоняли. Для них было важно чужое мнение, они поменялись местами. Идут другие путники, да, молодой-то на осле. Вот молодежь пошла. Вдвоем сели на осла. Другие путники, бедный оселик. Картина, они заходят на рынок и заносят на себе осла. Чтобы больше никто... Вы понимаете, в чем дело? Как очень часто мужчины к нам обращаются. Да пофигу. Я когда пришел, понимаете, я с рабочего поселка, когда я пришел в Арифлейм, на самом деле это было. Все мои друзья, кого я считал друзьями, считал, подчеркнул. Все покрутили пальцы. Эдуард, Арифлейм, пик-пик-пик много раз. Я умею пик-пик говорить, не меньше их. Я сказал, хорошо, парни, не буду я заниматься Арифлеймом. Но не так я красиво говорил, конечно. Кто из вас даст мне возможность заработать на свой дом? Пик-пик. Кто из вас даст возможность... Ну, поняли идею? Сидят друзья вот так вот, да, по губу. Вернице. Один говорит, слушайте, пора выбираться. Остальные сиди, не гони волну. И вот вторая история на эту тему, друзья, вторая история. Она мне очень помогает всегда вообще по жизни. Вы ее тоже наверняка слышали. Жили два соседа, один добрый, другой злой. Вот тот, который был добр, он, наверное, в Арифлейм работал по определению. А вот этот злой постоянно его норовил, ну вот, расшатать, разозлить. Я однажды думаю, что бы тебе сделать? Взял в сарае старое ведро, зачерпнул в летнем там туалете, все, и плюхнул на крыльцо доброго соседа. Утром тот просыпается, видит все это. Ну, понимает, откуда ноги растут. Ну, понимает, откуда ноги растут. Ну, в общем, отмыл крыльцо, ведро, вылил там остатки, отмыл ведро, наложил яблоками и понес крыльцо злого соседа. Сын доброго видит эту картину? Ой, ну да, доброго. И говорит, батя, ты что сдурел? Он говорит, а что такое? Он тебе дерьма, а ты ему ведро и яблоки. Отец говорит, а ты бы что сделал? Да я, блин, залил бы на ему, все на, залил бы, блин. Отец дал сыну вылететь эмоции, а потом, выдержав паузу, сказал, сын, постарайся понять на всю жизнь одну мудрость. Каждый в этой жизни делится с другими тем, чем он богат. Просто кто-то с злобой, кто-то с завистью, а кто-то рефлейм. Однажды я проводил презентацию, она на самом деле затянулась, больше двух часов проходила, и женщина с одного из последних рядов кричит, да все уже, хватит, достали об одном и том же. Вы знаете, я когда она это высказала, я ей сказал одну фразу. Я говорю, вы знаете, я сейчас понимаю ваши эмоции, вы не на меня злитесь. Услышав то, что сейчас я вам рассказал, вы сейчас в эту секунду поняли одно. Много лет назад вы вошли не в ту дверь. Но сейчас, увидев то, что я вам рассказал, вы поняли, что был другой шанс. Но вы сейчас злитесь, потому что боитесь принять новое решение. Как вы думаете, кто был первый человек, кто зарегистрировался? Она. Она. Понимаете, когда кто-то начнет вам что-то говорить, только вот постарайтесь интонацию правильную выдержать. Если вам начнут будут подкалывать, мужчина, а сейчас закомнишь с нами тему, задайте встречный вопрос, чем серьезным занимаешься ты. Ведь если ты это утверждаешь несерьезно, покажи, чем ты серьезным занимаешься. С восьми до пяти, с понедельника по пятницу, скажешь, ты доволен доходом, ты уверен в завтрашнем дне? Вот когда я прихожу на встречи, на презентацию, и вот поэтому подведу к чему? Количество встреч и презентации. Запишите себе это. Количество встреч и презентации. Основной акцент на чем должен быть. Я и так много делаю, Эдуард. Я говорю всегда, а с чего ты взял, что твое много, это много. С чего ты взял, что твое много, это много. Количество встреч. Понимаете, через количество встреч придет чуйка понимания. Так, не до конца, наверное, понятно, сейчас объясню. Хорошо. Ручки бумаги достали. Сейчас будет совсем понятно. Достаньте, достаньте. Нет, я чувствую, что-то я говорю, количество встреч и тишина. Запишите себе, пожалуйста, сейчас мы три вопроса запишем. Хорошо? Вопрос номер один. Запишите его себе. Запишите один вопрос. Вопрос номер один. Вопрос номер один. Сколько я провела, либо провел встречи за последние семь дней? И пишите сразу цифру ответ, долго не думая. Сколько я провела встреч, презентации за последние семь дней? Или провел? И пишите ответ себе. Так? Вопрос номер два. Сколько я отдал каталогов? Либо провел там мастер-классов, да? То есть, если вы проводите мастер-класс. За последние семь дней. И вопрос номер три. Сколько бы я себе, как руководитель, выплатил за такой объем выполненных дел? Сколько бы я себе, как руководитель, выплатил бы за такой объем выполненных дел? Запишите цифру. Вот цифру пишите. Ноль это тоже цифра. Если, ну, понятно? Ну, может быть. А вот теперь четвертый вопрос. Можете не писать, вы просто задумайтесь. Ведь точнее, покажите урок. Мне просто интересно. Руководство тоже, наверное, интересно посмотреть. Кому из вас кажется, что Арифлайн чуть-чуть переплачивает? Поднимите руку по-честному. Понимаете идею? Вот на самом деле, на самом деле, количество встреч, количество. Но тут другой есть момент, само собой. Нужно просто освоить некоторые технологии. Какие технологии? Как встречи эти проводить? Как освоить? Вы знаете, вот буквально позавчера мне позвонил один парень с Казахстана. Он говорит, Эдуард, я видел много ваших видео и так далее, и так далее. Он говорит, я хотел бы, то есть, ну, там, вопросы задать. Я говорю, о чем вопросы? Как создать эффективную систему? Я говорю, давай, прищем этот вопрос. Ты мне задашь, я тебе задам вопрос. Сколько ты провел презентации? Он говорит, как понять? Я говорю, вот сколько ты провел презентации за прошедшую неделю? Он говорит, нисколько. Вот я говорю, когда проведешь хотя бы 20, тогда ищи вопрос, как делать эффективно что-то. Идея понятна? Почему количество важно? Знаете, я так объясню. Однажды у меня есть один большой директор тоже. Она в прошлом массажистка, 25 лет стажа. И вот она мне тоже постоянно мутузила. Эдик, вот ты все, количество, количество. Ну, скажи, вот конкретные рекомендации дай. Я говорю, хорошо, Надюш, скажи, пожалуйста, вот я хочу, как ты, вот так же массажи делай, чтобы вот так на шелчок все, вот как у тебя. Вот расскажи, как мне это сделать. Он говорит, ну, Эдик, я тебе могу показать основы, но там надо это, ну как, чуйку наработать. А, я говорю, в массаже, значит, чуйка. А здесь? И вот у меня после этого появилась эта фраза тоже. Количество встреч вырабатывает правильную чуйку. Я понятно объясняю? Количество встреч вырабатывает правильную чуйку, чтобы понять этот момент. Как я начинаю встречи? Вы знаете, вот стараюсь сейчас встречи проводить на... Ну, не говорю, я очень уважаю Арифлейм, но я не говорю про Арифлейм, когда договорюсь о встрече. Почему? Вот смотрите, если вы говорите одно слово, у каждого человека разные ассоциации, вы это знаете. Назовите слово ключ, какие могут быть ассоциации, ну, от музыкального ключа до родника, от воды. Так ли? И вот тут то же самое. Как назначать встречи? Запишите принцип интриги. Вот понятно делает один анекдот. Он вот легче вообще, после этого начинаешь понимать, что такое интриги. Школа, проходит переменка, звонок на урок. Идет учитель физкультуры, ну, такой, знаете, бесшабашный. Там насвистывает по коридору и смотрит перед кабинетом географии, жмется этот учитель географии. А там внутри шум, гам, 11-классники. И он говорит, ты что? Он говорит, я их боюсь. Они, говорит, вообще не управляем, они ничего не слушают. Вообще, как их заинтересовать? Он говорит, смотри, учу. Ногой дверь открывает. Так, хоп, тишина. Он говорит, так, салабоны. Кто знает, как презерватив натянуть на глобус? Все такие, а что такое глобус? А вот что такое глобус? Вам расскажет учитель географии. А вот что такое глобус? Понятная идея? Поэтому учись с интригой приглашать на встречу. С интригой. И вот когда произошел этот процесс, вы встретились. Вы знаете, я вот разные способы пробовал начинать встречу. Начинал с квадрата денежного потока. Начинал еще откуда. Но знаете, вот такая прелюдия долгая была. Я вот уставал уже от нее сам. Все равно ведь к Арифлейму придешь. Поэтому я решил начинать сейчас теперь встречу. Говорю, я работаю с Арифлеймом. Понятно? Вот первая фраза, которая... Ну, познакомились, я говорю, я работаю с Арифлеймом. И вот смотрю, как мышцы сводят. Ну, у человека. На полном серьезе. Кто видел такую картину? Да, вот. И мышцы свело. И вот дальше, смотрите, я задаю всегда один вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, можно сейчас зарабатывать в Арифлейм? Вот тут главное интонацию соблюсти. Поняли? Не в борьбу. А вот как вы думаете, как можно сейчас, сейчас подчеркну, зарабатывать в Арифлейм? И человек мне она расскажет там, вот это, вот это, вот это, вот это. По нескольку раз, может быть, я говорю, так, а что еще знаете? А как еще думаете? А что еще? А что еще? И когда чувствую, что человек уже начинает пластинку играть несколько раз, я говорю прямо вот слово-слово такую фразу, можете ее себе записать, пригодится. Фраза работающая. Я говорю одну фразу. Если бы я знал то, что знаете вы, я бы этим заниматься точно не стал. А что, разве не так? Если бы я знал то, что знаете вы, я бы этим заниматься точно не стал. Давайте сделаем следующим образом. Я вам сейчас покажу и расскажу, как на самом деле этот бизнес работает, а вы уже, основываясь на этой информации, сами примите решение, чем и как вы можете воспользоваться. Скажите, вас устраивает такая программа встречи? Эта встреча вас ни к чему не обязывает, решение будете принимать только вы, я вам даю полную информацию, вы ее смотрите, изучаете, и на основе этого делаете свои выводы. Вот скажите, если бы с вами так встречу начали, вот кто готов был хотя бы выслушать? Но если уж попал хам, то нужен он в рефлейн, как вы считаете? Да у него не получится, 100%. Вот тут, наверное, надо постараться его сделать клиентом, хотя я еще пока не умею из них делать клиентов, но надо, наверное, осваивать и эту еще технологию. Вот таким вот образом, друзья. То есть, а дальше уже даете информацию, даете то, что вам нужно дать. Вы провели встречу, вот провели встречу, и я дальше задаю в конце встречи три вопроса. Вопрос номер один. Как вы считаете, кто из ваших знакомых все это знает? Чаще всего какой ответ? Никто. Я говорю, как вы считаете, кто им об этом расскажет? Я молчу, не отвечаю за него. Как ты считаешь, я говорю, кто твоим знакомым, а все равно кто-то расскажет? И потом вопрос номер три задаю. Что ты сейчас будешь делать? Все. Вот теперь только одно. Количество, количество, количество. Единственное, что, когда мне некоторые говорят, ну нет мотивации на количество встреч, значит, я говорю, проблема в двух вещах. Первое. Либо у тебя нет цели, либо второе, у тебя неправильное окружение. А точнее, я говорю, у тебя вся проблема только в окружении. Нафига общаешься с негативистами? Нафига общаешься с людьми, которые, то есть, во всем видят плохое? Понимаете, в чем дело? Скажите, можно в окружающем мире найти хорошее? А плохое? Вот мой наставник Владимир Полежаев классный пример за 15 секунд делает. За 15 секунд. Знаете же этот пример? Посчитайте все предметы с синим оттенком в этом помещении за 15 секунд. Потом конкурс проведем. Нет, я серьезно. Давайте, кто не знает. Поехали. 15 секунд. Поехали. Все предметы вокруг себя сколько насчитаете? Потом конкурс проведем. Вокруг себя сколько видите? Осталось 5 секунд. Осталось 2 секунды. Стоп. Сколько... Сейчас, стоп, стоп. Подождите. Смотрим все сюда, больше никуда. Хорошо? Сколько вы насчитали предметов с желтым оттенком? С красным? С зеленым? С черным? Какое искали? Синий. Скажите, красный, желтый, зеленый были? Были. Мы их искали? Нет. Оказывается, что ищем, то и находим. Скажите, можно найти хорошее в плохом? А плохое в хорошем? Поняли идею? Так и больше никак по-другому. Так и больше никак по-другому. Меня впечатляет, как Наталья Васильева она, понимаете, она учит всю нашу организацию. Вот одному. Когда человек сделал большое количество действий, я никогда не забуду, да, как у нас есть Афирова директора с пятью ветками, Сережа Васильев, он провел 57 встреч. 57 встреч, и все с отказом. И Наташа без подкола, без ничего сказала. Все, бизнес стал. Вот этот вопрос сами себе задайте иногда. Что, все, бизнес стал? Все, вот это, вот это то, что стоит между тобой, твоей мечтой? Поняли идею? Количество встреч, количество встреч. Где брать правильных людей? Где брать правильное окружение? Интернет есть. Изучайте, смотрите, семинары. Слушай тех, кто растет. Будь там, где рост. Вот это основная установка. Так и больше никак по-другому, ребят. Поэтому количество встреч, количество встреч, количество встреч, количество презентаций. И вот теперь, самый важный вопрос в продолжении этого. Сколько у вас будет встреч за следующие семь дней? Нет такой цифры много. Сколько? Ноль тоже цифра. Сколько будет встреч за следующие семь дней? Так и больше никак по-другому. Дорогие, в завершение, в завершение. Вы знаете, однажды мы с Натальей смотрели один фильм, и сюжет фильма был такой, что, ну, 30-е годы Америка, кризис в Америке, а там мужчины в основном были в деловом мире. Женщин на руководящих постах практически не было, на высоких руководящих. И в одной компании одна женщина она приходила в сюжет фильма такой на два часа раньше всех на работу и уходила за полночь практически. И она работала в два, чуть ли не в два раза больше мужчин, работающих на этой фирме. Она ждала повышения по карьере. И все уже день, когда сменялся руководитель, и все предрекали, что она станет руководителем. Этот день она приходит на работу, все ее встречают, жмут руку и говорят поздравляем, когда будем отмечать. Она уже заказала ресторан под это дело. И вот совещание, и президент объявляет руководителя. Им оказывается мужчина, не она. Надо было видеть, сколько было гамм эмоций на ее лице. Когда она вернула свой кабинет, она достала лист бумаги, взяла ручку и написала там продолжай больше работать. В отличие от нее, у нас нет человека, который определяет, будем мы золотыми директорами или нет. В отличие от нее, у нас нет человека, который ограничивает нас в рост. Я желаю каждому из вас сделать свое много количества встреч. И тогда поверьте, вы притянете к себе тех людей, которые сейчас находятся на этой же волне. Я сейчас восхищаюсь тем, как работает компания «Рифлейм». Я вдохновлен тем, какие возможности есть в компании «Рифлейм». Я хочу каждому из вас пожелать, чтобы по улицам Саратова ездили десятки, а может быть и сотни автомобилей «Рифлейм». Я хочу каждому из вас пожелать быть успешными не благодаря чему-то, а в большей степени может быть иногда вопреки всему, что происходит. С уважением к вам, Наталья Эдуард-Васильева. Успехов вам! Спасибо, Антон Беша, Эдуард, за такое великолепное выступление. Благодарю.